Привет всем! Многие спрашивают, как у нас тут в Японии, в Сандае, на фоне всей этой истерии с коронавирусом. Вот как у нас тут. Как видите, народ гуляет, народ развлекается, никакой самоизоляции, никакого карантина. Но это в Сандае, как там в других местах Хоккайдо говорят довольно жестко. Но у нас мы, честно говоря, даже особо по-домашней ситуации не чувствуем. У нас вот дочка собирается с апреля в школу, и вроде как все нормально. Все как и планировалось. Но в то же самое время, конечно, оно влияет. Есть какое-то ощущение подвешенности. Очень многие вещи, ну, они в таком подвешенном состоянии. То есть непонятно, будет, не будет. Например, у нас в университете до сих пор не начались занятия, хотя, по идее, уже должны были. Более того, у нас сначала первым делом проводят распределительные тесты. Особенно это важно, конечно, по-английскому. Я как раз преподаю английский. То есть пока мне не распределят их по группам студентов, я не могу никаких лекций начинать, понятное дело. И вот распределительных тестов у нас как не было, так и нет. Причем у нас на этой неделе выяснилось, что есть первый заболевший студент. И по этому поводу совсем какие-то нереальные идеи пошли. Вроде того, что, может быть, все экзамены проводить онлайн. Все экзамены онлайн. Ну, не экзамены, я имею в виду тесты. Ну, представляете, как вообще, как? Как они это себя представляют? То есть ты посадил студента, и он тебе онлайн этот тест пишет и совсем не жульничает. Да? Ну, никому же не хочется попадать в низшие классы. Все хотят повыше. Ну, кстати, не особо высоко. Вот еще в чем прикол. Все хотят ЦБ. То есть я чувствую, если будет онлайн, то это будет просто... Это будет очень большая нагрузка именно на серединные группы. То есть на тех, кто где-то средненький уровень. Ой, ладно. Это так. Ну, мне-то хорошо. У меня высший уровень в основном. И если у меня будут одни... Если у меня будут маленькие классы, мне это как раз на руку. Непонятно еще с классами. То есть уже даже были какие-то идеи насчет того, что они проводить ли нам уроки онлайн. Потому что если смотреть нынешние рекомендации, то проводить групповую работу нельзя. Работать парами нельзя. Должна быть дистанция между студентами в этот несчастный сколько там метр. Это нереально. У меня просто нет таких аудиторий, где я всех так рассажу. То есть мне абсолютно пофигу проводить в аудиторию или проводить онлайн в таком виде. Что еще? Ну, понятное дело, все конференции и так далее накрылись медным тазиком. Меня пригласили на одну конференцию. Ну, неизвестно, пойду ли я на нее. Потому что планируется, что она должна быть в июне. Что вообще тут будет до июня, пока непонятно. То есть, опять же, я даже не знаю, мне на нее посылать что-то, мне на нее не посылать что-то. Абсолютно тоже подвешенное состояние. Никаких, понятное дело, концертов, мероприятий и так далее нету. Что и правильно, я считаю. Но меня немножко напрягает вот это состояние. То есть, если уже у нас много где являет карантин, то хотелось бы знать, что вы планируете делать дальше. Вы планируете так и оставлять ситуацию? Вы планируете таки нормальный карантин вводить? Ну, в общем, мне не нравится это подвешенное состояние. Особенно применительно к моей работе. Онлайн-лекции? Да ладно, пожалуйста, я буду делать онлайн-лекции. Мне не тяжело. Просто вы уже скажите, потому что пока вообще ничего не понятно. Вот так вот. В комментариях, пожалуйста, рассказывайте, как конкретно проходит вся эта история с коронавирусом у вас. Сидите ли вы в самоизоляции или не сидите вы в самоизоляции, или у вас объявили ЧП, и вы все принудительно сидите по домам. Очень интересно послушать, вернее, почитать. Все, пока, увидимся. Привет всем. Опять. Вот как раз вчера у нас еще был нормальный рабочий день. Как видите, все еще тусовались на улице. Мы даже в парк выбрались. Но сегодня у нас выпустили официальное предупреждение по Мияге. Просьбу всем сидеть дома. И на самом деле это самое большее, на что способен японский закон. Потому что, например, объявить всеобщий карантин и обязать людей сидеть дома, ну, уже невозможно. То есть это максимум. Все, сидите дома. И может показаться, что мы не дома. Мы на самом деле находимся в щели между домами, потому что выбрались магазин. Это означает, что, ну как, конечно, на работу люди будут продолжать ходить. Работу никто не отменял. Может быть, еще в больнице. Но я подозреваю, что в ближайшее время кафе, рестораны будут массово закрываться и переходить на доставку еды на дом. Это, конечно, здорово ударит по экономике, особенно Мияге. Потому что, как бы это ни было странно, но у нас, как, наверное, многие еще помнят, у нас 10 лет назад было цунами, было землетрясение. И, собственно, вот последние 5 лет более-менее восстановились. И даже еще не везде. Больше всего я боюсь, что сейчас это очень сильно ударит по новым бизнесам, которые открылись на побережье, например. Потому что у них там еще все далеко не радужно было. А теперь будет еще хуже. Может быть, нам придется опять восстанавливаться, всю прибережную линию просто опять заново восстанавливать. Кто знает. Это вполне вероятно. Что у нас? Мы, понятное дело, собираемся делать, как сказано. Не будем ходить и развлекаться. Чего я вам, кстати, желаю. Это такое обращение. Я, конечно, не президент и никто. Но, дорогие мои друзья, даже если у вас не объявили, старайтесь все-таки сократить социальные контакты. До минимума. Это довольно важно в данной ситуации. Чем быстрее мы все это остановим, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Ну что ж. Счастливого сидения дома. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok